Всем привет! В этом видео я расскажу, как запустить старые DOS игры на современных ПК с Windows 10, 8 или 7. Также объясню, что такое виртуальная машина DOS Box, где ее скачать, как установить, настроить и запустить на ней DOS игры. С каждой новой версией ОС Windows, Microsoft все больше урезали совместимость операционной системы с DOS. В итоге, последние версии Windows полностью несовместимы с DOS. Полностью отсутствует возможность запуска программ и игр, разработанных под MS-DOS. Для чего вообще в современном мире может понадобиться возможность запускать старые игры и программы? Одной из самых распространенных и, наверное, наиболее существенных причин – ради классических, проверенных временем, культовых игр. Для кого-то это возможность понастальгировать, а кто-то так и не прошел в далеких 90-х первый Red Alert, Warcraft или Dune 2. В общем, для чего и как использовать эмулятор DOS – решать вам. Я же использую его в основном для ретро-гейминга. Итак, что такое DOS Box? DOS Box – это эмулятор для ПК, создающий DOS окружение, необходимое для запуска старых программ и игр под MS-DOS. DOS Box частично эмулирует операционную среду MS-DOS, векторы прерывания BIOS и аппаратную часть IBM ПК. При этом не требуется ни X86 процессор, ни копия оригинальной MS-DOS. Как и все программы эмуляторы, DOS Box требует существенно более мощный компьютер, особенно процессор, чем эмулируемая система. Среда MS-DOS и аппаратура ПК эмулируется не полностью, поэтому Windows 95, 98 и Millennium под DOS Box запускается с трудом. Отсюда следует вывод, что данный эмулятор как раз пригоден в основном для тех целей, про которые я говорил ранее, а именно для ретро-гейминга. Итак, где же скачать, как установить и настроить DOS Box? Переходим по ссылке на официальный сайт разработчиков, ссылка будет в описании. И скачиваем Windows версию данного эмулятора, после открываем файл Инсталлятор и устанавливаем программу. После установки запускаем DOS Box. Перед нами интерфейс программы, который очень напоминает командную строку Windows. В целом, у них и принцип работы схожий, так как командная строка берет свое начало с тех времен, когда самый популярный, а зачастую и единственный способ работы с ПК было возможно только путем ввода специальных команд. Далее нам надо создать что-то вроде виртуального диска, с которым мы и будем впоследствии работать в среде DOS Box. Для этого открываем проводник, переходим на диск C и создаем на нем папку с названием DOS. После в командной строке DOS Box вводим такую команду. Mount C, C двоеточие бэкслэш 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 бэкслэш. Нажимаем Enter. Видим сообщение. Drive C is mounted as local directory C двоеточие бэкслэш бэкслэш бэкслэш. Это означает, что мы подключили виртуальный диск C. Теперь все DOS игры и программы, которые мы будем помещать в созданную нами папку DOS, могут быть запущены из-под виртуальной машины DOS Box. Итак, давайте введем команду C двоеточие бэкслэш. Теперь нажимаем Enter для перехода на наш виртуальный диск C. Готово. После того, как мы предварительно подготовили нашу виртуальную DOS среду, мы можем приступить к самому главному, ретро геймингу. Переходим по ссылке на сайт с ретро играми, ссылка будет в описании. И выбираем любую интересную нам DOS игру. Я выберу великий и ужасный DOOM. Скачиваем и распаковываем архив с игрой в ранее созданную папку DOS. Примечание. В идеале необходимо внутри нашей папки DOS создавать отдельные каталоги, в которых и будут храниться игры и программы. Но данная версия DOOM оказалась достаточно капризной и мне удалось ее запустить только из корневого каталога. Давайте теперь попытаемся запустить игру, кликнув по файлу DOOM.exe. Как мы видим, Windows 10 выдает сообщение о невозможности запуска данной игры на нашем ПК. Для запуска игры переходим в окно эмулятора DOS Box и вводим такую команду DOOM.exe. Тем самым, прописав путь к файлу, который мы только что безуспешно пытались запустить. Нажимаем Enter. Как мы видим, игра запустилась. Для того, чтобы развернуть окно на весь экран, нажмите комбинацию клавиш Alt плюс Enter. Всем спасибо за внимание. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал, чтобы ускорить выход новых видеоруководств. Приятного гейминга!